Девчонки и мальчишки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своём канале. И сегодня видео будет о книгах. Так вышло, что в этом видео я вам расскажу всего лишь о четырёх книгах. Но это действительно то, что оставило у меня впечатление. Те книги, которые действительно чем-то меня зацепили. И как-то вот читала я больше, но основная часть как-то, знаете, прошла сквозь меня и не оставила каких-то вот эмоций. Начнём мы, наверное, с книги Шарлотты Бронте «Джен Эйр». Вот я решила, скажем так, продолжить знакомство с этой писательницей. И, скажу честно, «Джен Эйр» книга мне понравилась очень и даже больше, чем тот же, например, «Грозовой перевал». Не знаю, что-то в этой книге есть такое более тёплое, более какое-то романтичное. Она довольно длинная, но не нудная книга. Но, конечно, располагает к такому чтению неторопливому, такому спокойному, может быть, вечером по чашечку чая. Рассказывается о девушке, о Джейн, да, которая, как сказать, была сиротой. Сначала жила у тётки, скажем так, которая не очень-то о ней заботилась. И дальше она попадает, ну, что-то вроде интерната. И рассказывается о её жизни буквально с самого маленького возраста до периода её возрастления. В основном, конечно же, то есть повествование идёт от лица этой девушки. И, в общем, как складывалась её жизнь, её судьба. Я как бы не буду сейчас делать спойлеры вам. В общем, книга мне действительно показалась такой, действительно, вот тёплой какой-то. И девушка эта, Джейн, она вызывает в основном симпатию лично у меня с таким сильным характером. Несмотря на то, что в то время девушки в основном были натурами такими более изнеженными, которые не очень любили или не умели выражать как-то свои мысли, не любили учиться. Джейн как бы прямая противоположность таким девушкам. Она очень умная, она очень начитанная. У неё обо всём есть своё суждение. Она не боится его высказывать. И в то же время книга о любви. Ну, такой вот, как сказать, непростой, скажем так, о любви. Но вы сами всё поймёте, когда будете читать. В общем, всем вам советую хотя бы попробовать эту книгу прочитать. Я думаю, вам понравится. Дальше будут две книги одного автора. Автор Ален Эдисон. Кстати, все названия всё будет под видео. Книг и авторов. Первая книга, которую я прочитала у этого автора, была «Садовые чары» называлась. Я, как и эту книгу, как и множество других, я нашла у нас, в общем, в такой соцсети, да, для нас книга «Любов Лайвлип». И у неё были высокие оценки. Книжка такая, конечно же, о любви и немножко такая, ну, как сказать, фантастическая или мистическая, ну, что-то в этом роде. Рассказывает о одной семье, женщины которой каждая обладает каким-либо даром. Ну, таким сверхъестественным. Ну, не знаю, вот вроде бы как бы сюжет незамысловатый, да, ну, исключая то, что вот, ну, какая-то мистика есть в героинях этого романа. Но вот она тоже какая-то такая очень нежная, очень такая романтичная. Как-то вот читаешь её и веришь во всё то, что там написано. Мне кажется, у автора действительно талант. Вот, в общем, для девушек, которые любят любовные романы, но, скажем так, роман немножко не такой типичный, как в основном сейчас пишутся любовные романы. В общем, сегодня у меня тавтология на языке сплошная. И вторая книга этого же автора «Сахарная королева». Вот. Я так поняла вообще, что эта писательница специализируется на историях таких вот, ну, о любви, но с какими-то вот мистическими штучками. Тоже рассказывается о девушке, которая не любима матерью, и она свои проблемы заедает, как бы, сладким. То есть, она такая вот, как сказать, мечтательная, тоже любит почитать любовные романы, вот, закусить какой-нибудь шоколадкой. И вот она живёт в своём мире, закрытая от всех, и, в общем-то, думающая, что ей больше ничего и не надо в этой жизни, лишь бы её не трогали. Вот. И как меняется её жизнь с приходом одной женщины. Вот. И, в общем-то, тоже, как бы, не длинная книга, не нудная, не скучная, наоборот, местами весёлая о любви. В общем, советую ей автора Ален Эйтисон. Может быть, вы найдёте какие-то более интересные книги у неё. Но мне вот эти две очень понравились. И последняя книга, которую я читала, это был автор Николас Паркс. Очень он мне понравился, вот, в последнее время. И я прочитала у него книгу, которая называется «Дорогой Джон». Вот. Не знаю, почему я выбрала именно её, но вот как-то вот захотелось мне по аннотации. Я вот обычно читаю аннотацию, если меня чем-то цепляет, то вот я, скорее всего, эту книгу буду читать. Вот. Книга – это о парне и о девушке, вот, которые случайно познакомились, можно сказать. Парень военный, вот, а девушка, она что-то вроде как учится на учителя по... Даже не учителя, а как это правильно назвать, даже не знаю. В общем, работа с детьми с отклонениями в плане, как сказать, развития, что ли, аутизм, вот такое вот. И, в общем, как бы, вроде такие разные люди, у них возникает огромное чувство, но дело в том, что парень служит в другой стране. В общем-то, они познакомились, когда он был в отпуске. И вот он как бы решает закончить службу, в будущем вернуться к ней, быть с ней. Но так выходит, что по разным, в общем, причинам он может приехать только в отпуск, да, к этой девушке, но продолжает работать в другой стране. Там разные, в общем, причины заставляют его быть далеко от неё. И у них такой своеобразный роман в письмах, в телефонных звонках, да, рассказывается о том, как они скучают друг по другу и так далее. И, в общем, ну, как сказать, рассказывается, как вообще развивается любовь на расстоянии, что на неё влияет. В общем, книга очень интересная, мне было интересно её читать, относительно о чувствах, о настоящих чувствах. В принципе, закончилась она, мне не понравилась, если честно, как она закончилась, вот так скажу, не буду раскрывать всех секретов, ну, грустно закончилась. Мне хотелось, чтобы всё-таки как-то автор, пусть это было бы неправдой, но закончил книгу как-то вот, ну, более, как мне кажется, правильно. Но я вообще заметила, что Николас Паркс не из тех писателей, которые вот любят, знаете, подсластить пилюлю и сделать такой хэппи-энд. Он как-то всё-таки пишет о том, как жизнь сама всё расставляет по своим местам. И, в общем, да, книга мне понравилась, книга интересная, вообще люблю этого автора, но немножко я так взгрустнула в конце, так что книга не совсем весёлая, скажем так. Вот, это было всё на этот раз. Книжек было, как я вам уже сказала, немного, но мне они действительно понравились. Я всегда жду ваших рекомендаций, что вы мне посоветуете почитать. Обязательно пишите, комментируйте. Если вы ещё не подписались, подписывайтесь, скоро будут новые видео. Ну, а я очень рада была вас видеть на своём канале, и пока-пока!